Здравствуйте! В эфире правовая программа «Дежурная часть». О работе окружной полиции расскажу вам я, Анастасия Стенина. Коротко о главных событиях. Дорожное движение. Банка мужчина лишился 200 тысяч рублей. Гражданин, совершивший преступление в отношении сотрудника полиции, осужден к лишению свободы. Также судебные заседания продолжаются по другим уголовным делам. И в Наринмаре проведен чемпионат и первенство НАУ по лыжным гонкам. В период времени с 14 по 20 декабря на территории Нинецкого автономного округа зарегистрировано 163 сообщения о происшествиях. Из них 11 преступлений. 24 гражданина привлечены к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В сфере безопасности дорожного движения выявлено и пресечено 85 административных правонарушений. Произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с причинением вреда здоровью недопущено. Выявлено 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Два факта управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством. И два факта управления транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Уважаемые жители округа, сообщайте о фактах нарушения ПДД в дежурную часть окружной полиции по телефону 02 с мобильного 102 421-26, а также на телефон доверия с абонентским номером 421-52. Анонимность гарантируется. С 21 декабря текущего года на пересечении улиц имени ПРРК и Ненецкая в Наринмаре в целях безопасности дорожного движения установлен дорожный знак «Остановка запрещена». Запрещается остановка и стоянка транспортных средств. Водители транспортных средств смогут воспользоваться новой парковкой, расположенной напротив аптеки «Центральная». 17 декабря на территории города Наринмара сотрудниками госавтоинспекции совместно с сотрудниками отдела судебных приставов по городу Наринмару и Заполярному району проведено профилактическое мероприятие «Должник». В ходе мероприятия сотрудниками отдела ГИБДД проверено около 40 единиц транспорта, выявлено 6 административных правонарушений и 4 водителя привлечены к ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Неуплата административного штрафа в срок. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в двухкратном размере от неуплаченной суммы, но не менее 1 тысячи рублей. Административный арест до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов. Срок оплаты административного штрафа – 60 дней. Сотрудники полиции совместно с представителями ГУМЧС России провели профилактические мероприятия по предотвращению хищений имущества граждан, соблюдению норм пожарной безопасности в местах общего пользования собственников многоквартирных домов. 15 и 16 декабря в ходе мероприятия участники посетили многоквартирные дома, провели профилактические беседы с жителями, в подъезде которых стоят велосипеды, детские коляски, самокаты, а также иное имущество, загораживающее эвакуационные пути. Вручили памятки, направленные на разъяснение правил сохранности имущества, на специальное противоугонное оборудование. Мер безопасности ибо ибо ответственности за взятие чужих вещей без разрешения владельца. 15 декабря в дежурную часть окружной полиции обратился мужчина, который перевел на безопасный счет мошенников 200 тысяч рублей. Полицейским мужчина пояснил, что на мобильный телефон поступил звонок с телефонного номера, начинающегося на плюс 7-495. В разговоре девушка, представившись сотрудником службы безопасности банка, обратилась к нему по имени и отчеству и сообщила, что в настоящее время от его имени неизвестными лицами оформляется потребительский кредит. И чтобы не допустить неправомерного оформления кредита и списания денежных средств, необходимо снять все денежные средства с банковского счета и перевести на безопасный счет, который закреплен за персональным менеджером в целях безопасности. Для убедительности девушка вновь продиктовала персональные данные мужчины и заверила об обратном возвращении денег на счет заявителя. В результате своей доверчивости мужчина лишился 200 тысяч рублей. В своем объяснении мужчина отметил, что неоднократно слышал о подобных видах преступлений, но несмотря на это поверил девушке, что действительно разговаривает с представителем банка. Сотрудники полиции напоминают гражданам, что ни при каких обстоятельствах нельзя доверять незнакомым лицам, представляющихся сотрудниками и работниками банков, иных ведомств и служб, верить той информации, которую пытаются довести до граждан неизвестные лица. Нельзя сообщать реквизиты своих банковских карт, пароли и коды, поступающие на мобильные телефоны в виде СМС-сообщений. За 11 месяцев текущего года в суд направлено три уголовных дела в отношении лиц, применявших насилие в отношении сотрудников полиции при выполнении ими служебных обязанностей. В большинстве случаев граждане, совершившие данные преступления, находились в состоянии опьянения. В настоящее время судом вынесен приговор в отношении гражданина, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. По двум уголовным делам судебные заседания продолжаются. В воскресенье на лыжерольной трассе спортивной школы «Труд» проведены окружные соревнования по лыжным гонкам, чемпионат и первенство НАО, в котором приняли активное участие руководство, сотрудники и ветераны управления МВД России по Ниндзьскому автономному округу. На дистанции 15 километров свободным стилем среди мужчин в возрастной группе с 2002 года рождения и старше первое место занял Михаил Ефимов, младший лейтенант внутренней службы, сотрудник тыла, который награжден дипломом и золотой медалью. Сотрудники полиции призывают граждан заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Вы смотрели выпуск программы «Дежурная часть». Будьте внимательны и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин